друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамы и канал мать героиня мои хорошие будем с вами обсуждать статью о лёльке поберухи на яндекс дзене под названием первый муж хотел убить ребенка а второй меня лёлькины страшилки не заканчиваются снова здорово каждый раз надо обязательно повышать градус и пофиг на то что это все уже было обмусолено ею миллион раз она в ее разных социальных сетях она постоянно постоянно придумывает какие-то новые подробности вот этих вот своих историй своей жизни как с первым так и со вторым мужем а также со своим вот этим сожителем альфонсом шуриком вы знаете ну и сама она задается вопросом как вы думаете а для чего я все это дело выкладываю но она то конечно же объясняет это тем что она пытается обезопасить неких неизвестных женщин которые вот так вот глядя на нее посмотрят да и поймут что можно уйти от абьюзера и не не сидеть не сидеть на попе ровно не получать вот эти вот знаете да по голове по заднице и по всем остальным частям короче не терпеть скотского к себе отношения мне всегда становится интересно хочется спросить у поберухи как ты можешь являться примером для какой-либо женщины когда ты сама в двух браках терпела по твоим же словам абсолютно все плюсом ко всему прочему да ну так на терпелось ну так на терпелось родила огромное количество детей выгнала второго мужа да а потом опять бац и сошлась сошлась с альфонсом сошлась да с мужиком который являлся ее сожителем который тоже по ее словам ее третировал гнобил ее детей бил коров да одну забил до смерти это только то что мы с вами знаем но при всем при этом знаете когда она проходилась по своим бывшим мужьям когда речь зашла про шурика понятное дело о нем она отзывалась иначе да про шурика плохо говорить нельзя это то и понятно она сказала по сравнению с моими бывшими мужьями мои отношения с александром были конечно же на порядок выше лучше моих двух браков он действительно неплохой пишет поберуха неплохой мужчина да мне вот интересно а как можно назвать мужчину неплохим который с самого начала пришел к тебе зная что у тебя такое количество детей такая большая зона ответственности он пришел усесться на твою шею и не имеет значения что они все вместе сидели на шее ведроголовых дело не в этом он пришел изначально понимая что она многодетная мать и он не работая уселся тебе на шею работать не хотел делать ни черта не хотел да вас гнобил по твоим же словам да избил корову забил ее практически до смерти и все это дело за короткий промежуток времени знаете ребят что касается персона шурика я много раз высказывала свое отношение в данном случае да и к шурику и вообще ко всем ситуациям я всегда высказываю свою точку зрения мне абсолютно все равно что она там совпадает со многими не совпадает это моя точка зрения я как автор канала ее всегда высказываю мнение да либо есть либо его нет но дело не в этом дело в том что вы знаете многое конечно она придумывает это понятно но вот эти моменты вот эти знаете звоночки были видны с самого начала были видны мне были видны моим зрителям но чего-то они не были видны многодетной матери которая до того прихода шурика в свой дом рассказывала всякие страсти мордасти как надо смотреть следить за детьми дабы их никто не обидел и что мол даже родственники могут очень сильно обидеть детей я думаю все прекрасно понимают о чем шла речь я никогда не забуду вот этот момент когда шурик своей вот этой лапищей ручищей сжал лицо якова я думаю все это прекрасно опять же помнят да и у меня тогда превью такое было настолько грубо схватил маленького ребенка за лицо помните думаю прекрасно те самые моменты когда лёшка картошка стоял значит дети сидели обедали да сидели ели лёшка картошка начал прикалываться над даней и шурик тоже нет бы сказать да ладно да чё ты но он же маленький да да не же младше тебя как ни крути и так далее не у шурика мозгов на это не хватило и он тоже поджуживая да подыгрывая лёшки картошки тоже начал прикалываться издеваться над дани дани тогда так стало неприятно он чуть было не расплакался в общем отношения к лёлькиным детям со стороны шурика мы видели прекрасно и прекрасно понимали что о ее дети его раздражают почему то понимали это абсолютно все за исключением да и обзорщики это понимали и зрители это понимали да но почему ты не понимала только поберуха ну что вы что вы отношения с шуриком на порядок выше намного лучше и так далее ну понятное дело потому что ты еще живешь с ним да ну а если даже не живешь то точку в отношениях точно не поставила так вот ребят когда она опять начала про то что вот представляете первый муж такой козел да меня 19-летнюю деваху отправлял на стерилизацию вместо того чтобы резинку натянуть на то самое причинное место да второй муж был такой тоже замечательный такой красавчик туда-сюда но при всем при этом колотил меня беременную знаете а я вот честно слушая вот эти вот сказки про белого бычка всякий раз хочу спросить а ты нахрена такое количество детей им рожала если ты видела с самого начала какой был твой плохой первый муж да зачем ты ему рожала одного за другим детей ты что предохраняться не научилась не настоять не могла то есть где где ребята она настоять смогла чтобы все таки да на ней значит этот борис женился не с даже семья его ей не была никакой помехой да где где она смогла настоять да жила за жене б 10 лет за 10 лет родила семеро детей ему семерых детей так на минуточку а ты зачем рожал это если он тебя якобы бил беременную знаете в это я вообще не поверю я конечно понимаю что бывают такие да отморозки бывают конечно это исключение с правил но бывают я не верю в то что женя бы такой прямо вообще отморозок законченный и потом если бы он действительно это делал то у тебя всегда был выбор уйти а так получается ты подставляла не только себя но и своих детей подставляла как раз таки да и позволяла третировать и гнобить в том числе и своих детей да ломая им психику но она почему-то про детей даже не думала а сейчас спустя время она постоянно рассказывает для чего лёлька это делает для того чтобы ее еще больше пожалели и все-таки стали донатить ей вот посмотрите какая бедная несчастная и так далее лёлька ты знаешь у меня такое складывается ощущение что когда-нибудь ты договоришься до той степени да вот до такой точки когда тебе уже даже твои самые преданные хомяки перестанут верить потому что это ненормальная ситуация потому что если тебя поколотили несколько раз но никто потом не будет рожать практически каждый божий год да зачем нет понятно есть такие женщины да но ты-то претендуешь на то что ты все-таки умная грамотная и так далее и тут она пытается показать смотрите я вот вам собственным примером показывал какая я стала сильная всех мужиков выгнала прошу река она написала что сколько раз она его не выгоняла он все время хотел возвращаться к ней и просился обратно как-то мне кажется не состыковывается она же сама рассказывала о том что она его попросила приехать когда она собиралась ехать рожать она сама об этом говорила а тут получается что он сам просится просится к ней пусти меня обратно пожалуйста и так далее нет я понимаю конечно что таким как таким альфонсом рядом с ее кормушкой всегда хорошо всегда накормит всегда приоденут да переживать где там раздобыть и заработать на кусок хлеба не надо это все понятно но когда она говорит все хватит все хватит я больше не полезу да а я говорит попала в свою собственную ловушку я больше не собираюсь наступать на одни и те же грабли ты этой в прошлый раз говорила когда разошлась а потом развелась жене бы но наступила на те же самые грабли да причем тут же взяла бегом бегом забеременела и родила шурику вот скажите пожалуйста какая такая необходимость была рожать еще одного ребенка и неужели сейчас кто-то поверит в то что она больше не будет себе искать очередного альфонса да будет конечно же будет то же самое она делает постоянной на постоянной основе пройти мимо мужиков вообще не может поэтому будет наступать на одни же и те же грабли еще не раз люль каким-то собственным примером каким-то там женщинам можешь подать какой-то там пример ты вообще не состоялась никак мать никак жена никак фермер ты не состоялась да никак блогер ты не состоялась потому что все твое творчество на ютубе этой серии дайте подайте и сидишь с протянутой рукой все ролики ты не снимаешь контент ты не пилишь раз в неделю выкладываешь какой-то непонятный ролик на отвали и то только потому что тебе просто приходит товар на рекламу вот собственно и все ты не пример для людей ты анти пример того как жить действительно нельзя но ты постоянно пытаешься себе приписать то чего у тебя не было и нет никогда на меня смотрят и говорят какая же ты молодец ты восстала как птица феникс да выбралась вот вырвалась наружу и так далее сколько всего ты добилась чего ты добилась чего все что у тебя есть даже вот если брать финансовую сторону это все благодаря твоим зрителям ютубовским которые донатили тебе деньги вот собственно и все а за все это время ты успела настолько сильно и завалять не только себя и своих бывших мужей на ютубе в других социальных сетях но еще и завалять своих же детей которые в принципе ни в чем не виноваты да а в первой тройке игроков позволила точно так же позориться на ютубе выставляя все свое вот это вот непонятное творчество помним все прекрасные женькину истерику да когда она там с подружкой орала матом туда-сюда посылала всех на три веселые буквы помним и лёшку картошку и все на свете в общем друзья мои читаю очередную вот эту ее статью и понимаю что ну не понимает вот понимаете человек не отдает реальность да тому кем он на самом деле является поберуха на самом деле ты являешься просто попрошайки на ютубе и больше не кем ну да у тебя 11 детей которые тебе сто лет не нужны я миллион раз об этом говорила и миллион раз буду говорить что ты хотела бы другой жизни но это попала в свою собственную ловушку и живешь не той жизнью о которой бы ты мечтал а мечтала бы ты быть где нибудь с мужиком подальше вести праздную жизнь ты собственно их практически ведешь да без коров без огромного количества детей без забот и без хлопот ребят вот так у меня получился обзор пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всех целую обнимаю всем пока пока и конечно же до новых встреч и